Добрый день, сегодня прогоним пару матов о твичах, бассейнах и беспределе, что там царит. Короче, пишите комменты и ставьте лайкосики. Видосов о твичах уже не было 4 месяца, я даже перестал интересоваться твичами, не читал твич паблики, двачи и так далее. Но пару недель назад таки решил окунуться в эту клоаку, узнать о трендах этой весны. А в трендах оказались стримы из бассейнов, лежание на кровати строго задницей в камеру, просмотр фильмов с кислой миной, ну и разумеется новые правила, от которых по-прежнему горит нижняя часть спины малолетних инфлюенсеров. Первым делом я как опытный следопыт решил таки понять, из-за чего же в Ру Твиче произошла такая перемена правил в 2018 году, так как такой беспредел не мог начаться просто так. И я вспомнил древнюю мудрость о том, что рыба гнеет с головы и решил зайти в педевикию и почитать инфу о руководстве твичей. Не узрел там, что ключевые управленцы твича это две женщины. Одна Эрин Вейн и вторая Сара Клеменс. Начнем с Сары Клеменс. Это главный операционный директор твича, на эту должность ее взяли в 2018 году. Широким массам на западе она стала известна тем, что на совместном стриме с Эрин Вейн примерно полгода назад она сказала, что слова инцел, девственница используются в качестве оскорбления, это оскорбление сексуальной активности. Также она сказала, что твич запретит эти слова и не только их, а и другие, такие как симпку, колд и так далее. Ну да, еще совсем недавно я узнал, что оказывается на твиче по новым правилам уже даже слово хиджаб нельзя говорить. Ну это, на мой взгляд, замечательно. Михаил, с чем связываете такое резкое давление внезапно? Да понятно с чем. Никакого закона в стране не существует. Пытаются закошмарить людей, пожалуйста, не бойтесь. Это просто тактика устрашения. Они сами начинают будуться в своей бюрократии. Короче говоря, я подозреваю, что именно эта личность, то есть Сара Клеменс, виновна в том, что в 2018 году даже в помойном ру-разделе начали закручивать гайки и вводить запретные слова. Потом создавать комитет о безопасности. Ну и недавно январские правила. Это тоже ее рук дело, уверен на все 100%. Вообще у нее есть твиттер, так что если вас забанили, то можете смело писать лично ей. Смею предположить, что Сара Клеменс типичная представителька леволиберальной движухи, поддерживает БЛМ, ФМ, ЛГБТ, ну и так далее. Ну и теперь хотя бы знаете, благодаря кому на твиче нельзя говорить то, что хочешь. В западном интернете о ней не так много информации, а жаль. Что касается второй управленки Эрин Вейн, то она изначально была стримеркой, еще в бордатые времена в году 2012. И благодаря поддержке комьюнити она таки попала в начальство твичей. Но от нее никаких крылатых выражений я не нашел, известно лишь то, что она в разводе и у нее ребенок есть. Но неважно, в любом случае одной Сары Клеменс с ее высказываниями уже достаточно для понимания того, что твич будет душить любых несогласных с либеральной повесткой. Ну и теперь самое важное событие, которое произошло за последнее время. То, что поразило и продолжает поражать умы малолетних. Это стримы в бассейнах. Начнем с базы. В августе 2019 года некая группа кореянок стримила в бикини в бассейне. За 5 часов они набрали около 30 тысяч фолловеров и через 5 часов их забанили. Это событие поразило интернеты. Многие паблики писали об этом. Их смотрело около 20 тысяч зрителей в онлайне. Так как такой контент тогда был в новинку. Но тогда твич был еще не готов окончательно превратиться в филиал Бонги. И злодеек забанили. Но сейчас, в 2021 году, правила изменились. Только в худшую сторону относительно свободы слова. Но относительно наготы все очень либерально. Так как оголенка приносит твичу множество денег, сабок, бицов, ну и так далее. Так как подобных стримерок очень активно поддерживают рыцари. Стримить в бикини сейчас нельзя. Но когда рядом есть какой-то водоем, будь то океан, море, река, лужа, речка-вонючка или же бассейн с водой. В таком случае бикини разрешено. И сейчас топ английского раздела джаз-чаттинга на твиче выглядит примерно вот так. В 2021 году создательницей жанра стримов в бассейне является некая американка Инди Фокс. В бородатые времена она играла на гитаре, вела типа музыкальные стримы, но походу это не приносило большого дохода. Ну и уже примерно в конце зимы 2021 года она первой решила попробовать стримить в бассейне из дома. Пару раз ее банили на несколько дней, но начальство твичей видимо узрело сколько подобные стримы приносят денег площадке. И сейчас ее и ей подобных уже никто не трогает. Сама она говорит, я уверена, что создала целый жанр стримов на твиче. Сап голый розового цвета, милые переодевашки, звуки воды, все носят нижнее белье от Виктории Сикрет в джакузи. Довольно забавно, когда думаешь об этой мете, но я получила то, что имею сейчас благодаря банам, а не стилю. Конец цитаты. На самом деле, да, ее банили пару раз на три дня, но на этом все. И любому человеку очевидно, что все то, что она получает сейчас, это только благодаря тупым сперматоксикозникам, у которых мозг поражен оленивирусом. И они не могут голых посмотреть на икстюбе бесплатно. Пусть свою пизду ссаную, блядь, бомжа вон, блядь, шлифуют нахуй. Другая же стримерка Амурана уже перегнала покемейн по просмотрам на твиче. И даже наши квадратноголовые няши активно участвуют в бассейном бизнесе. Только не стримят в ру-разделе. В ру-разделе вы не встретите ни одного стрима из бассейна. Почему же так? Да все очень просто, потому что у нас за это либо не будут донатить вовсе, либо будут донатить в 100 раз меньше, чем в английском разделе. Поэтому они, как все, сидят в англоязычном разделе и стригут там англоязычных овечек. Но я хочу сказать, что на твиче тянки нереально щедры, так как показывают себя в трусах и лифаках бесплатно. Даже на бонге и чатурбейте мало кто из тянок бесплатно просто так на постоянке будет сидеть в трусах и лифаке. Они там чаще всего одеты и только за деньги раздеваются. Так что твиче тут молодцы. Прям принуждают тянок к бесплатной демонстрации ноготы. Все как надо. Вот, например, канадский стример Феликс Лингель сказал, что бассейны это жалкое зрелище, мусор и печальная реальность. Но я с ним не согласен. Я же считаю, что этот контент намного лучше, чем просмотр фильмов с АФК щечлом. Вот этот контент, на мой взгляд, куда хуже, так как не несет в себе вообще ничего. И твич, видимо, услышал мои молитвы. И сейчас идет очередная волна страйков на твиче за просмотр фильмов. Надеюсь, всякие там фруктовские боевы отправятся на свалку истории. Так что радуйтесь, что есть хотя бы бассейны. Хоть что-то интересное, экклюзивное появилось, наконец. Поэтому ну и нахуй их. Ну не все так однозначно. Мужиков, которые делали пародийные стримы из бассейна, в баннеле. Например, австралийский стример Удюсов получил бан после того, как провел пародийный стрим из бассейна. Во время трансы он был в бюстгальтере и нижнем белье. К тому же он записывал имена донатеров на своем теле и вызывающе наклонялся перед камерой. Собственно говоря, все то же самое, что и делает большинство бассейных стримерок на твиче. Можно сказать, даже все делают то же самое. И бан он получил на один день. Также руководитель отдела по развитию на твиче на своей трансе сказал, мы на твиче понимаем, что комьюнити начало реагировать на это. И мы пристально следим за происходящим. Наша политика по ноготе позволяет людям носить купальные костюмы на стриме. Если к этому располагает обстановка, эти стримы вполне подходят под этот критерий правил. Но не стоит забывать, что секостный контент запрещен по нашим правилам и твич будет реагировать немедленно, если вы пожалуетесь на что-то. Также он подытожил свою речь тем, что у комьюнити есть форма взаимодействия с компанией и не нужно стесняться ее использовать. Вот и вы не стесняйтесь, а по всем вопросам пишите в твиттер Сары Клеменс. Уверен, что она будет очень рада. Глядь, это манипуляция уровня 6 лет нахуй. Ну это просто смешно нахуй. А вообще всем хочу сказать одно. Если у вас нет рекламы и контрактов, левайте с этой помойки. Так как в пермач отлететь вы можете в любой момент. Идите на ютабы или на вас, на зарплату. Можете им предложить свои услуги самостоятельно. В любом случае, для обычного биокарлика, который не обременен контрактами с OneX и другими конторами, может ливать куда угодно и когда угодно. Я могу понять, почему, например, топ-стримеры терпят это все. Так как у них реклама висит, а то и не одна. Они лутают несколько сотен тысяч, а то и лямов в месяц с различных баннеров. И им нормально. Если они уйдут на ютуб, там они никому не нужны из рекламодателей. И рекламу там покупают только либо у избранных, либо если у вас есть хотя бы 3-5 тысяч стабильного онлайна. Но и здесь не все так просто. За рекламу всяких OneX, кейсов и казино, стрим на изи могут банить на ютабах. А на твиче это все разрешено. Так что потеря канала на твиче для топ-стримера, это самоуничтожение в финансовом плане. Радует вообще клиентоориентированность твичей и стримерок в целом. Есть даже быстрые свидания теперь онлайн по веб-камере. Помощь зрелам заполучить милую тянку в онлайне. Короче говоря, подобному контенту, да и стримеркам в бассейнах, желаю процветания и успехов. А кислолицам, смотрелам фильмов и аниме, желаю скорейшего медийного самоуничтожения. А на этом все, ежели чем надо, вопросы будут или поругаться, но захочется, пишите мне по адресу, город Москва, Кузнецова, 3А. И всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok